Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, мы же с вами все рукодельницы, поэтому сегодня у нас будет видео опять вязального характера. Просто душевно пообщаемся, посидим, поговорим. Покажу вам свои растишки, которые у меня вот тут на подоконнике растут. В общем, душевненько так поболтаем. А начать я хочу с одной приятной-приятной вещицы. Мне пришла посылочка от моей подружки. Как я уже говорила, сейчас такое время, когда, вернее, нынешнее время расставляет все по своим местам. Всех людей, во всяком случае, в моих глазах у меня люди разделились на несколько категорий. И все сняли маски и стали тем, кем они есть на самом деле. И я вижу, что хороших, добрых, искренних и честных людей очень много. На самом деле, очень много. И сегодня у меня пришла посылочка от одного такого очень замечательного, маленького, худенького человечка. Ну, она такая вот прям вся такая миленькая-миленькая. Мы с ней лично знакомы, мы с ней встречались, поэтому я могу так сказать. Итак, посылочка предназначена не только для меня, но и еще на добрые дела. Как вы знаете, я вам уже говорила в одном из видео, что... Я вообще не хотела на эту тему заострять внимание, но получается, что заостряется. Вот как-то так. Вообще хотела тихо, мирно пройти, молча сделать добрые дела и все. Если хочешь сделать добрые дела, делай их молча. Правда же? Именно так я и хотела. Но, увы и ах, оно не получается. И поэтому практически в каждом видео получается так, что я должна сказать. И вот Таечка, это Таечка, это девочка, у нее есть свой канал, Таисия Веретено называется. Она прислала посылочку, одну вот такую большую посылку. Половина посылки это вот именно на то доброе дело. Просто человек, который занимается, как бы сказать, собиранием вещей в нашем городе, и тот, кто организовал этот проект, это Татьяна Шерстнева. Я, к сожалению, забыла, как называется канал Танечки. У нее просто новые названия, а я в последнее время почему-то не обращаю внимания на названия. Знаю уже девочек по именам, по фамилиям и в принципе. Но я обязательно ссылочку внизу оставлю. Наш проект идет до 31 марта. Вряд ли, конечно, вы уже успеете поучаствовать, но все-таки посмотреть. Можете сходить и посмотреть, кто и что из девчонок связал, чтобы отправить ребятишкам. В ребятишкам в детский дом. Ну, какой-то здесь у нас Башкирия, опять забыл город. Какая разница, в какой детский дом, правда же? Какая разница кому? В общем, вот. И поэтому Таечка попросила меня принять эту посылку и передать Татьяне вещи в детский дом, что я с превеликим удовольствием и сделала. Сейчас мы откроем посылочку. Итак, начинаем. Вот этот пакет Таи сказала, это мне. Я уже это помню. Она сказала, пакет от Модиса, это тебе. А вот этот пакет, это значит детям, наверное, в детский дом. Да, Таи? Да, это, наверное, Танечки. Вот этот пакет Танечки, Татьяне Шерстневой. Я не буду его лазить в нем, смотреть. Я вот так вот прямо и передам его Татьяне Шерстневой. Татьяна откроет его у себя на канале и все покажет. А этот пакет мне. Сейчас будем смотреть. Пошуршим. Оттуда так вкусно пахнет. Сейчас посмотрим, чем там пахнет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Из чего начать? Ладно, начнем. Вкусняшек. Здесь, как всегда, красивая открытка. Открытка. Поздравлялочка. Спасибо большое, мой Газпромчик Таечка. Вы знаете, Тай мне уже, я не знаю, я сбилась со счета, какую посылку. Присылает. И после первой посылки, я помню, Таечка прислала мне посылку. И вы знаете, в этой посылке, как это сказать, сбылись все мои мечты. То есть я мечтала попробовать новые спицы от Нитпро. Таечка мне их в эту посылку положила. Я никогда свои мечты никому не рассказываю. Ну, мечтается и мечтается себе в голове, правда? И тут вау, вот тебе, пожалуйста, эти спицы. Потом какая-то была пряжа. Я уже сейчас не помню, но помню, что практически все мои желания в этой посылке совпали. И мы тогда посмеялись, что не только Газпром исполняет желания. И после этого, а уже, наверное, года два Тае, да? Да, наверное, года два мы с ней знакомы. Даже, может, и больше. И все эти года я ее зову «Мой Газпром». Вот Таечка для меня является мой Газпромчик. И даже здесь, когда мне Тая прислала посылку, она так и написала. «Твой Газпром, Тая». Так что у меня есть свой Газпром. Спасибо, Таечка, тебе большое за приятные слова. Я тебе желаю всего того же самого. Кофе. Интересный. Кофе натуральный, жареный, молотый, с ароматом ирландский крем. Прикольно. Девчонки, вы меня балуете. В прошлой посылке мне Олечка Алякшина прислала чай. Очень вкусный чай. В этой посылке Таечка мне прислала вот такой кофе. Кофе. Я и такой кофе никогда не пила. Надо будет обязательно попробовать. Пахнет потрясающе. Вот я открыла, как я вам уже говорила, пакеты. Из пакета вот этот вот запах. Ирландский крем. Ириш-крем, да? Ирландский крем. Вот этот запах прям в нос бьет. Классный, вкусный запах. Спасибо, Таечка, большое. Обязательно мы попробуем этот кофе уже завтра утром. А ко мне завтра утром мамочка придут в гости с отчимом. И мы нам все вместе попьем этот кофе. Спасибо тебе, моя дорогая. Ой, ой. Здесь такая штучка. Такая рукодельная штучка. Салфеточка, наверное. Сейчас мы ее вскроем. И посмотрим. Да, это такая салфетка. Такая красивая-красивая. Вы посмотрите, какая прелесть. Ну, посмотрите, какая. Какая прелестная вещица. Правда? Нежная-нежная. Цвет такой не белый. Такой кремоватый. Кремовый цвет. Цвет тонального крема такого. Такая вот вещь. Я ее обязательно положу. Я даже знаю, куда я ее положу. Напротив меня сейчас. Вот здесь вот у меня стоят иконы. И такие висячие полки. И вот на этих полочках она будет вот так свисать. Будет очень красиво смотреться. Здорово. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, мой хороший человечек. Спасибо тебе за твою любовь. За твои волшебные ручки. Такая нежнятина. Скромненькая, аккуратненькая. Нежная-нежная. И выполнена. Я уверена, что с большой любовью. Спасибо тебе, моя дорогая. Она обязательно займет свое почетное место в моем доме. Вот так вот даже красиво поставить. Здорово. Ну и, конечно же, ты сошла с ума. Здесь Здесь, по-моему, килограмм пряжи. Это что-то с чем-то. Я аж прям расстроилась. Вы видите по моему лицу, да? Это же какие деньги. Таечка. Тем более сейчас. В нынешнее время. Это похоже на вискозу. Это вискозный шелк. Мне кажется так. Это очень-очень шелковая нить. Она Как же бы мне ее вам... Она очень тяжелая. Мне кажется, она даже больше килограмма весит. У меня здесь рядышком стоят весы. Посмотрите, какая шелковая нить. Шелковая-шелковая. У меня сейчас еще в закупке одна нить. Очень похоже на эту идет. Можно их соединить. Что-то придумать. Она тоненькая. На фоне черного платья моего. Она очень тонкая. Невероятно тяжелая. Просто огромная. Спасибо тебе, моя дорогая. Ну прям... Ее сколько здесь? Нет, пошла взвешу. Девочки, здесь ее полтора килограмма. 1580 грамм. 75 грамм конус примерно. Ну, пусть 100 грамм конус. Грубо говоря, полтора килограмма вот такого вискозного шелка. Обалдеть! Это же богатство по нынешним временам у меня аж до речи свело. Спасибо, Та, тебе большое. Огромное спасибо. У меня мысли. У меня роем мысли полетели в голове. Я... Так, кстати, смотрю. Из очень-очень многих вот таких вот ниточек состоит это. на черном фоне я вам буду показывать. Видите? Вот. Ее шиш порвешь. Ну, полтора килограмма. Та я! Я же завяжусь. Просто извяжусь этой вещью. Ее очень хорошо, наверное, добавлять к хлопку будет. У меня есть и хлопки такого же цвета. Это такой, знаете, такой кремовый-кремовый цвет. Даже салфеточка темнее, а этот цвет такой молочный. Да, вот, наверное, молочный цвет. Вот так вот лучше его назвать. И у меня есть даже хлопки, которые можно соединить с этой ниточкой. И полотно будет тяжелым, будет струиться вниз. Можно даже платья навязать. Я думаю, да. В общем, у меня все мысли побежали. На лето мы обеспечены вязанием. Спасибо, моя дорогая. Спасибо тебе, моя хорошая. Ну, ты золото, а не человек. Дай Бог тебе здоровья, счастья, семейного счастья, женского счастья. Чтобы все родные и близкие были живы и здоровы. Чтобы все у тебя в жизни было. Очень-очень замечательно. В общем, дорогие мои, я не вытерпела. А, я взяла эту бобинку. Посмотрите, как она блестит. Вы видите? Это просто шелковая нежность. Мне кажется, все-таки это стопроцентная вискоза. Я помню, Таечка мне писала. Она никак не могла справиться с этой пряжей. Она вносила ее в магазин. И в магазине сказали, что это насочная добавка. Вот, вот эта пряжица. Ну, я, я не знаю. Я с такой пряжей дела не имела. Взяла я спички. Взяла я сковородку. Спички. И хочу поджечь. Посмотрю, натуральный это состав или нет. Девочки, вот она, эта бобинка. Вы видите, как она блестит? Она просто шелковая. Я отрезала от нее ниточку. Вот она. И попробую ее сейчас поджечь. Если состав натуральный, она будет гореть. И не будет оставлять после себя шарика. Посмотрите, как она горит. Посмотрите, она полностью сгорела вся дотла. Остался только маленький-маленький уголек. Пахнет деревом. Но это, это 100% вискоза. Вот кончик, который получился. Она просто вся сгорает. Поэтому делаем вывод, что эта пряжа, это 100% вискоза. Девчонки, если вы узнали, что это за пряжа, напишите мне, пожалуйста. Может быть, вы имели с ней дело. Но в ней все-таки кажется вискоза. И я попробую все-таки ее добавить. Вот видите, она по цвету подойдет. Либо к пеликану. Это 100% хлопок мерсеризованный. В 50 граммах 330 метров. Вот можно так соединить. А можно ее добавить к Ализе. Это Ализе Cotton Gold Fine. Я просто его смотала в бобинку. Она у меня уже такая. Ну, я из нее что-то вязала, распускала. Вот, остаточек остался. Тоже можно добавить вполне. И будет себе носибельное такое интересное изделие. Я в первую очередь, наверное, так и сделаю. И свяжу себе майку. Да, вот из этого хлопка пеликан. Точно. И начну прямо сегодня. Все, я загорелась. Тай, спасибо тебе большое. Сначала, конечно же, я сделаю образец. Свяжу образец. Посмотрю, как она себя поведет. Если мне все понравится, я пущу это на майку. Попробуем. Ну, а что, распустить никогда не поздно. А вязать сегодня, ой, как хочется. Снова я с вами в кадре. Подожгли мы с вами пряжу. Люблю жечь пряжу. Любую неизвестную мне пряжу я начинаю поджигать. Первым делом, чтобы посмотреть, насколько натурален состав. Здесь состав 100% натуральный. Все, будет майка. И буду уже начинать вязать. Спасибо тебе, моя дорогая. Все пойдет в дело. У меня ничего не теряется и ничего не валяется. Все в дело. Все в дело. Ну и заключительный раз я поговорю с вами. На тему детского дома. Просто покажу вам, что я хочу отправить деткам в детский дом. Сразу начну с того, что, помните, варежки, которые я в прошлый раз хотела распустить. Вот я их так довязала. Вот эта варежка какая-то смешная получилась. Не пойму, почему. Одна нормальная, а одна вот так вот. Может быть, я ее... Да, наверное, скорее всего, она сложилась просто неправильно. И поэтому так себя ведет. Я вязала примерно на себя. Потому что дети от 10 до 16 лет. Я вязала уже на таких подростков. Я помню, какие мои детки были в 16 лет. В 15, в 14. И думаю, что им будет вполне замечательно вот эти варежки. Я их хотела распустить. Потому как мне показалось, что дети не будут носить такие колкие достаточно варежки. Но девчонки меня убедили в том, что надо довязать и надо отправить их в детский дом. Ну, что я и сделала. Вот. Мой любимый индийский клин. Очень мне нравится. Нравятся моей дочке. Катюшке, она всегда меня просит варежки вязать именно таким клином. Ну, и в детский дом я тоже связала такие же. Вот. Связала, потому что девчонки сказали, они там и играют, и носятся, и в снежки играют. В общем, теплые варежки, чисто шерстяные, им нужны будут. Из этой же пряжи у меня связаны носочки. Вот одна пара. Видите, не хватило пряжи, я добавила другую. Я уже про пряжу ничего не буду вам говорить, просто покажу то, что связалось. Вот такие носочки. Почему я их сделала короткие? Это под обувь. Молодежь любит носить носки под обувь, коротенькие. Поэтому я и связала такие коротенькие. И такие же носки из этой же пряжи, такие вот длинные, уже высокие, длинные. Размерчики здесь примерно все одинаковые, где-то на 35-37 размер. Вот. На такую ножку пойдут. Мусор здесь прицепился. Ну, такая прелесть. Так, потом еще из одной пряжи тоже стопроцентная шерсть. Были связаны вот такие носки. Они чуть посветлее просто цветом. Высокие тоже уже носочки. Ну, в общем, вот. Ходить на улицу, носиться. У меня все носки очень теплые. Такие бабушкины, бабушкины. Да, вот вам не напоминают вот это вот, вот этот, вот эти носки, бабушкины носочки. Вот. А детки лишены бабушкиного внимания. Пусть я буду им бабушкой. Вот такие носочки, такие варежки. И еще одни носки я связала. Это вот такие тоненькие. Ну, это уже пряжа современная. Тоненькая для вязания носочков. Она вот тонюсенькая, 400 метров в 100 граммах. Здесь 75% шерсти и 25% полиамида. Тоже короткие. Я их связала, чтобы взрослый подросточек в лет 15-16 носил и модничал их под обувь. Тоже обычная пятка, как я все и люблю. Вот. Эти вещи, вот эти вещи, я связала не одна. Вернее, вязала я их сама. Но пряжу на эти вещи мне все прислала Олечка Алякшина. Она, конечно, не знала, что я буду вязать из нее. Но в прошлый раз, когда получила я посылку с этой пряжей, если что, ну, вы увидите, на канале у меня есть это видео. Если вам интересно, пройдите, посмотрите. Когда я получила посылку с этой пряжей, я сразу посмотрела, что состав носочный. И у меня стрельнуло в голову, что пусть добро идет дальше. Человек мне подарил пряжу, я из этой пряжи свяжу для деток подарки. И получится, что мы с ней вдвоем сделали доброе дело. Как здорово, правда же? Вот добро не умерло, оно пошло жить дальше. Поэтому это подарок от нас двоих. От меня и от Олечки Алякшиной. Все, я передам Татьяне, наверное, завтра. Сегодня я уже не хочу никуда идти из дома. Кстати, у нас сегодня пятница, 18 марта. Вот. И еще у меня будут подарки для детского дома. Это шапочки. Вот такие две шапочки. Это лет на 10 для девочек. Я сюда этикеточки свои повесила. Вот такие вот ушки с зайчиками. Маленькие же девчонки там тоже есть, а им же тоже хочется модничать. Поэтому вот такие вот куски, таких кусочек, наверное, это кусочки. Вот я связала, чтобы и отправлю их в детский дом. Вот такие прелести будут. Классные шапочки будут. Давайте я одну померю. Я понимаю, что я тетя большая и взрослая. Ну вот, вот так вот они будут смотреться. На маленьких девчонок по весне сейчас ходить модничать самое то. Свою аховую причесочку поправим. Не хочу выключать камеру, хочу с вами вот так вот по-доброму поболтать. А этот добрый подарок будет от моей дочки Катеньки. Эту шапочку, она абсолютно новая. Ее вязала Катюшка. И она тоже отправляется в детский дом. Это доброе дело от Катюши, связанное руками моей доченьки. Так что видите, как много людей приняли участие в этом проекте. Эту шапулю я вязала для Кати, но она ее не носила. Она приехала сюда домой. Раечка. Кстати, а вот это доброе дело сделала Раечка Кирова. Рая, привет тебе большой. Помнишь пряжу? Рая мне прислала пряжу Ализе Ангора Голд. Вот с таким амбре ботик. Пряжа. И Катюшка меня попросила связать шапку. Я себе связала варежки, я себе связала шапку, чтобы ходить, чистить снег зимой здесь на улице возле дома. Катюшка приехала и сказала, мам, хочу такую шапку, свяжи мне такую шапку, я буду ее носить. Я взяла двойную ниточку сюда, здесь она у меня связана с двойной нитки, и связала Катюшке вот такую шапку. Она ее утащила с собой в Пермь сразу, схватила, утащила. И все, и планировала носить там ее в Перме вот такая вот получилась шапочка. Но дело в том, что вот эта шапка чуть-чуть не подошла ей под цвет ее одежды, и ей просто-напросто не с чем ее стало носить. Она поменяла свой гардероб, одежду в гардеробе, и просто она стала ей не, как это сказать, ну не подходить под ее одежду. Вот, и только поэтому она ее и не носила. В этот раз, когда мы ездили в Пермь, я ее забрала, и сейчас она тоже отправляется в детский дом. Дети, думаю, с превеликим удовольствием будут ее носить. Она очень теплая, я вот сейчас держу в ней руки, у меня там рукам уже становится жарко. Она греет, обалдеть как. Ну, я испытала это на себе, у меня есть такая и шапка, и варежки. Вот, поэтому, представляете, вот это подарок от Раи Кировой. Девчонки даже сами того не знают, а сделали приятное дело. Раечка прислала мне пряжу, я связала шапочку. Это доброе дело от Катюшки, которая и сама купила пряжу, и сама связала шапку. Ну, от меня понятное дело, а это все от Олечки Алякшиной. Так что, девчонки, все вместе, мы все победим. Все вместе у нас добро будет процветать. Сейчас самое время делать добро. Любыми возможными для нас способами. Поэтому ищем людей, которым нужно сделать добро, и всем добро дальше. Все, мои хорошие, на этом я пока этот, этот, про детский дом больше не скажу вам ни слова в ближайшее время. Во всяком случае, про эту акцию точно. Будет следующая акция, там подумаю. И про мои процессы. Процессы у меня сейчас в работе. Нет, два. Катюшкина кофточка, которая завтра, я надеюсь, я начну снимать второй мастер-класс. Первый мастер-класс уже вышел на канале. Это та кофточка, вернее не кофта, а свитер от АМКЛО, который я вяжу. Вот, он в процессе, там не продвинулась ни одной петельки, ждала я, когда высохнет процесс. Ну, в общем, покажу вам в следующий раз. И обещаю, что завтра оно будет вязаться дальше. Я только обещаю, но не делаю. И мой процесс, вот такой вот веселый, пестрый. Это домашняя тужурочка, как называет ее Маргарита Герасимова. Маргарита, привет тебе большой. Значит, Маргарита связала себе тужурочку для того, чтобы ходить в огород, ходить там по огороду. И я, когда получила опять-таки посылку от Оли Алякшиной, увидела вот этих три цвета. Красный, белый и голубой. Мне так понравилось вот это сочетание. И я захотела себе полосатик. Яркий! Девчонки, я не ношу такие полосатики, но мне безумно захотелось такое вязать. И что я решила? Я решила связать кофточку. Сначала это должно было быть поло, но потом я перешла на полностью, на застежку. Хочу сделать, скорее всего, на молнии. Это будет удобно для дома. Надел, застегнул как курточка и побежал. Вот такое изделие. Я вяжу и низ изделия. Видите, у меня вяжется. И параллельно вяжутся сразу два рукава. Почему я это делаю? Потому что, видите, у меня сюда все остатки идут. Вот был белый, голубой, красный цвет. Закончился красный цвет, пошел розовый вместо красного. Вот аляписто, ярко, очень контрастно. Ну и пусть. Именно этого сейчас хочет моя душа. Вот такой яркости, контрастности. И представляете, я такая, придут ко мне гости весной, ну или летом. У нас летом тоже холодно. Мы живем на Южном Урале. А это, как известно, не Северный Кавказ, это Южный Урал. У нас всегда холодно. И вот вечерочком будем сжарить шашлыки, сидеть в беседке, разговаривать. И вдруг подует ветерок, мне станет холодно. Я сбегаю домой, надену вот эту вот кофточку. Я вот прям уже вижу себя в этом образе. И буду такая исходить. Лучок, укропчик порву в огороде. Или просто пойду, например, травку пополоть. В этом можно полоть травку, я ее не попачкаю. Но если даже немножечко попачкаю, ничего страшного. Приду домой, замочу и постираю. Ну, у всех у нас есть моющие средства. У всех у нас есть вот эти вот волшебные ручки, которые стирают. Ничего страшного, если и постиг. И испачкается. Зато я такая буду яркая ходить на огороде, и меня все соседи будут видеть издалека. А мы любим с соседями перемашиваться руками, здороваться. У меня очень хорошие соседи в доме, я просто их обожаю. И они мне издалека будут видеть, что Ольга вышла на огород. Вот такие вот поболтошки сегодня у нас. Ляжется, ляжется. Вот я не знаю, какой цвет я еще сюда пущу, когда у меня закончится розовый. Потому что у меня всего по чуть-чуть. Вот остатки розового, остатки белого. Но про белый я меньше всего переживаю. Белый можно и подобрать. Покупать мне не хочется. Тем более сейчас, по нынешним ценам. Вот голубого столько у меня. Голубого, я думаю, что мне хватит. Я не знаю, какой еще здесь будет воротник. Я не знаю, какие здесь будут планки. Ну, скорее всего, здесь будут планки, если под замок, то они вообще будут в виде китлевки. Не в виде китлевки, в виде китлевочного кармана. Вот так вот, если грамотно это будет. Вот эти все нитки туда спрячутся. Я отрезаю нитки, я их не протягиваю. Ну, хочу вот так вот. Лучше я их спрячу все. Посвящу один день, чтобы спрятать кончики. Зато все будет классно. Вот на такой стадии. В общем, вяжу все вместе. И рукава, и кофту вниз. Вот так. Вяжется мой процессик. Хорошо вяжется. Ну, уже не могу. Хочу начать, начать. Начать маечку. Еще до лета далеко. Но майку я уже хочу. Я вернее, я хочу попробовать вот эту нитку. Просто ее попробовать. Она, раз она полностью натуральный состав. Это я сейчас мечтаю, да, у меня уже в мыслях платье. Вот такое вискозное платье. На лето. Ну, блин, цвет бледноват будет. Бледное платье, я буду как голое в нем. Короче, ладно. Надо вязать образцы. Так, спасибо, девчонки. Всем спасибо за добрые дела. Спасибо, Таечка, тебе за посылку. Спасибо. И мой, как это сказать, моя ошибка, которую я буду исправлять. Вот. Назовем вещи своими именами. Это моя ошибка. Ну, и раз уж я взяла это изделие, это изделие вязано английской вязкой. Почему это ошибка? Кстати, сразу отвечу на комментарий. Мне тут прилетел на днях комментарий, который написала Татьяна Загородникова. Танечка писала, что она у меня спрашивала моего совета. В общем, она спрашивает, насколько вытягивается английская резинка после ВТО. По образцу она не может определить. Образец вязать однозначно надо. Тем более, когда вы вяжете изделие английской резинкой. Но полностью, полностью узнать, насколько вытянется английская резинка, это очень сложно. Даже если вы свяжете большой образец и постираете его, то он не совсем полно даст вам картину видения. Или, вернее, не всегда может дать полную картину видения. Надо быть готовым к тому, что кофта еще чуть-чуть подвытянется. Но на это влияют еще несколько факторов. Одним из этих факторов является, какой пряжей вы пользуетесь. Например, если связать пряжей... Вот я вязала пряжу Alize Lana Gold, обычной классической пряжей. Она вытягивается не очень сильно после ВТО. Но вот эта пряжа Alize Lana Cotton. Вспомнила. Alize Lana Cotton. У меня не осталось нисколько этой пряжи. Все 500 грамм вот здесь, в этой кофточке. И вы посмотрите, какая она стала широкая. Я ее и вязала широкую, Катя просила. Но после стирок, после носки она вытянулась неимоверно. Вы посмотрите, какая стала горловина. Это моя ошибка. Вот. Это именно то, что я не смогла учесть в изделии. А почему? Я вам отвечу. Я поняла причину. Посмотрите. Это связано очень толстой спицей. Английскую резинку нужно вязать тоненькими спицами. с самым наитончайшим размером, которым вам будет удобно держать в руке при этой пряже. Вот моя ошибка. Это кофта. Кате нужна эта кофта. Именно эта. Ну, вернее, именно такая. Но только, чтобы она не вытянулась. Поэтому я принимаю решение. Сейчас я вот это безобразие, все, это просто безобразие полнейшее получилось. Я его распущу. Свяжу. Уже не английской вязкой, а лучше полупатентной резинкой. Потому что полупатентная резинка гораздо меньше подвержена вот таким вещам, как вытягиванию. То есть полупатентная резинка ведет себя более стабильно и выглядит, по мне, так гораздо аккуратнее. И, скорее всего, я даже возьму и... А, кстати, здесь тоже полупатентная. Смотрите, это тоже полупатентная. Вот она, изнаночная сторона. И в следующий раз я вот эту изнаночную сторону сделаю лицевой. Мне она в последнее время нравится гораздо больше, чем вот эта. Потому что, кстати, вот эту вот вы где зацепите, и эта зацепка очень быстро вытягивается. Вот, вот, вот видно. Видите? Вот, пожалуйста. Вот, зацепка была. Вот так, вот так вот. Поэтому, дорогие мои, ошибаются все. На ошибках мы учимся. До того времени, пока мои девчонки, мои девчонки, это моя невестка и моя доченька, не стали носить изделия из полупатентной резинки, я ей практически ничего не вязала. Она мне не нравилась. Но девчонкам она нравится, поэтому я вижу очень много сейчас из нее. Но каждый раз это для меня сюрпризик. Ну, вот, поэтому сейчас я это все буду перевязывать, распускать и перевязывать. Вот, я вам показала свои косяки, которые надо исправлять. Ничего, исправим. А сейчас я хочу вам показать свой огород на подоконнике. Вернее, я сейчас его вытащу сюда на стол и вернусь к вам. Я вам покажу, расскажу, что я делаю и как я делаю. Ну, а теперь поговорим о моем огородике. А начнем мы с помидоров. Ну, вообще, вот, я хочу вам показать все, что у меня есть на сегодняшний момент. В первую очередь, я, конечно же, посадила перчик. И вот таких 30 перчинок у меня есть. Я пока абсолютно не знаю, куда я их буду сажать. Ну, как вы видите, что самые красивые перчинки. Я их тоже посадила вот в такую ее плоскую емкость. Кстати, в эту же емкость я их и сажала. Они у меня вот так же взошли. И потом я их рассаживала. Это один и тот же сорт. Правда, я уже не вспомню какой. По-моему, перец здоровья. Но я не помню. У меня есть этикетка, но она в подполе, не буду лезть. И самый хороший перчик я посадила вот в такие красивые стаканчики. Перчик, который похуже вылез, я посадила вот в эти стаканчики. И перчик, который я вообще сначала хотела выкинуть, потому как он такой дохленький был, я посадила их вот сюда и отдельно в мешочек поставила. Но от того, что мне просто стало жалко выкидывать. Не могу, рука не поднимается, хотя понимаю, что, наверное, это неправильно. Но посмотрите, он тоже себя хорошо ведет и начал уже давать листики хорошие. Вот такой у меня перчик на сегодняшний момент. Уже распекированный. И уже подкормленный. Видите, вот эта подкормка такая у него пленочкой легла на листик. Я вам расскажу о ней попозже. Посадила я помидорки. Тоже они у меня были... А, нет, я их сразу посадила вот сюда, в рум. 3 марта я посадила помидорки вот в эту емкость. Они у меня тоже вытянулись, как вот эти сейчас вытягиваются. Эти я позже посадила. И замерли. Вот так же вот по два листочка, и все, и замерли. И никуда не растут. Я понимаю, что, скорее всего, они наращивали массу корней. Но мне как-то было грустненько на них смотреть. И что делают огородники, когда им грустно смотреть на свои растения? Правильно, подкармливают. Я против минеральных удобрений. Но это я, это мое видение. Я понимаю, что, наверное, без них не обойтись, но я без них обхожусь. И пусть у меня, как вам сказать, нету супер-пупер крупных урожаев. У меня урожаи скромные, но зато без минеральных удобрений. Обхожусь чем могу. Где навозом, где соломой, где травкой. Вот этим я обхожусь. Стараюсь не использовать минеральные удобрения. Так вот, когда у меня замерли мои питомцы, я их решила подкормить. И вспомнила про одно такое средство, всем давно известное, но мною забытое. Это молоко. Простое коровье молоко. На литр воды стакан молока. Я взяла, нагрела молочком. Конечно, не ультрапастеризованное никакое. Обычное молоко. Ну, можно брать просто пастеризованное молоко, но не ультрапастеризованное. Вот. Я взяла, девочки, и подкормила в ночь. Утром проснулась, вы не поверите. Надо было мне это снять на камеру. Но у меня сразу повылезали листочки. Конечно, не так вот, как сейчас они уже совсем вылезли. Были всего вот два вот этих вот семидольных листочка. Вот. И они сразу, вот знаете, как он себя... Вот, 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 как это растенится. Вот таким стали сразу все. Я так обрадовалась за одну ночь. То есть я подкормила молочком. Молоко дало толчок, наверное, или какой-то витаминчик, питание. Я не знаю, что... Ну, кровь с молоком. Не зря так говорят про людей. Молоко помогло моим растениям. И подсыпала их сверху вот такой вот мягонькой земелькой. Как перинкой. Видите, у них прям вот пушисто-пушисто. То есть внутри там влага. Я их подкормила молочком. Я их полила. И засыпала сухой землей. Ну, чуть влажной землей, которая уже высохла. Я сверху их не поливала. Видите, она вот периной их укрыла. Для того, чтобы их тонюсенькие ножки, ну, не падали. Они же вытянулись. Сильно вытянулись. И вот они у меня теперь такие красавцы стоят. Вот этот сорт у меня. Санька. Мой любимый сорт. Не зря. У меня и мужа зовут Санечка. И томаты у меня Санька. Ну, правда, они, вы знаете, они самые первые начинают плодоносить. У них не крупные. Ну, может быть, кто-то и выращивал крупные. Но у меня вот такие помидорки. Сорт Санька. Для меня они вкусные. Очень плодовитые. У них большая, как это сказать? Ну, вот, опять забыла все слова. Производительность. Как же это? Ну, да ладно. Пусть это будет у нас производительность. Большая отдача от них. С каждого куста большая будет выгода. Этот сорт Санька. Этот сорт Капитан. А этот сорт Афродита. Капитан и Афродита для меня это новые сорта. Я их никогда не сажала. Вот. Эти томаты я посадила рано. И в теплицу я их хочу высадить рано. В этом году мы живем в доме. Поэтому я каждый вечер буду тут. Могу где-то укрыть, где-то открыть помидоры. И думаю, что будут себя они чувствовать классно. И вместе с помидорками я также подкормила и перчик. Свой перчик. Так, кстати, почему-то упал помидорка. Надо его поднять. Вот так поставить. Не лежи. Вставай давай. Вот. Перчик. Видите, на нем вот еще остались капельки молочка. Ну, они засохли уже. То есть я молоком поливала прям с ложечки. Брала ложечку. И как маленьких деточек выкармливают ложечкой. Я выкармливала своих питомцев. Попадая на листья. Я специально попадала на листья. Потому что чтобы листочки тоже получили эту молочную подкормку. Я знаю, их даже опрыскивают молоком. Ну, а я решила вот так. По листу и по земельке. Вот здесь влажная земля еще. Перчики я вот такой перинкой не укрывала. Хотя, может быть, тоже сверху надо накрыть. Но мысль у меня такая пришла сейчас. И вот мои. Так вам будут вторые перчики. Которые тоже себя чувствуют очень даже неплохо. Они чуть помельче первых. Но ничего страшного. Я думаю, что они их догонят в росте. И все будет замечательно. Самое интересное и смешное. Я не знаю, куда я посажу перцы. У меня один парник поделен пополам. То есть у меня два входа в парник. И одна сторона у меня предназначена для помидоров. А другая предназначена для огурцов. Для перцев у меня нет парника. Но в этом году мы с Санечкой купили дуги. Обычные в светофоре в магазине. Маленькие дуги. И у меня есть план, как можно сделать парник. Но ведь это зависит не только от меня. Это нужно, чтобы захотел еще и Санечка. Но думаю, мы как-нибудь решим эту проблему. Что-нибудь придумаем. Я уже придумала, как я хочу сделать парник. Саша, правда, об этом еще не знает. Вот, мои дорогие. Так что сеем рассаду. Ведь будет весна. Скоро весна будет. Поэтому будет рассада. Будет новая жизнь. Все будет замечательно и хорошо. Ну, а на этом, мои дорогие, я, наверное, буду с вами прощаться. Ну, у меня есть, конечно, о чем еще поговорить. Много мыслей, много идей. Но я не знаю, нравится вам такой формат или не нравится. Напишите мне, пожалуйста. Если вам интересно не только вязание, но и другая моя жизнь. Стройка, огород, прочее. Показывать это все вам или не показывать. Перемешивать это все или не перемешивать. Я не знаю. Я пока остаюсь на Ютубе. Мне нравится эта площадка. Я не собираюсь с нее уходить. Больших денег я с Ютуба никогда не получала. Поэтому, когда закрыли монетизацию, я не... Как это сказать? Не сказать, что не расстроилась я не могу. Это неприятно. Но горя какого-то сильного я не испытала. Потому что зарплаты как таковой я не видела. Поэтому продолжаем. Оставаться на канале. Я буду с вами. Здоровья всем. Благополучия. Добра. Мира. Ровных петелек. Вяжем. Шьем. Вышиваем. Сажаем рассаду. Ну что, мои дорогие? Весна на дворе. Надо расцветать. Надо процветать. Надо действовать. Не нервничать. Не переживать. Душевно отдыхать. Ну, на этом все, мои хорошие. Я вас целую. Жду в гости. И поверьте, все будет хорошо. Спасибо.